здравствуйте товарищи позвольте мне присоединиться к Кириллу Валерьевичу поскольку мне поручено согласно нашей программе занятий вести второй час но мы его будем вести совместно поскольку у нас есть нерешенные задачи с первого часа именно не все еще выступили но с другой стороны есть и нерешенные задачи связанные с тем что есть люди которые немножко задерживаются ничего в этом страшного нет все люди которые нам присылают какие-то материалы как ответы на зачеты все эти люди могут рассчитывать на то что это будет изучено и решен вопрос зачет не зачет надо сказать что практика показывает что в основном все получают зачет потому что хорошую работу присылает мы уже вот несколько лет этим занимаемся и знаем это хорошо так что всякие бывают обстоятельства если успевают товарищи прислать так что у нас есть время проверить что мы об этом здесь объявляем под запись если присылает позже но разные бывают обстоятельства людей значит мы это проверяем но тогда мы просто письменно сообщаем что зачет получен то есть об этом получает сведения проректор по учебной работе товарищ мордовин и он то соответствующую информацию дает вот товарищ моисеенко дмитрий андреевич первое деление прислал свой ответ из города калинина тверь калинин скобках тверь они твери скобках калинина значит первая категория лечить и он говорит о том что же самое простое самое простое это то о чем можно сказать только одно что она есть раз она весь значит она бытие а какое быть я если они можно сказать только то что она есть чистая давайте начнем с чистого бытия это Это самое простое начало. То есть, с чего бы вы ни начали, это сводится к тому, что сказал он. Формы борьбы рабочего класса. Исторически первой формой классовой борьбы Маркс и Энгель считали экономическую. Это борьба за повседневные потребности угнетенных, повышение зарплаты, улучшение условий труда и тому подобное. Эта борьба понятна и доступна народной массе. В ходе такой борьбы растут самосознания угнетенных и классовая солидарность, возникают первые рабочие организации, профсоюзы, кассы, злопомощи и так далее. Следующей формой классовой борьбы является идеологическая. Она выражается в критике существующей антагонистической общественно-экономической формации, государственного устройства, формы религии, моральных норм, эстетических представлений и тому подобное, не устраивающей угнетенных в создание образованными представителями угнетенных представлений образа новой общественной формации. Пропаганде этого образа среди народной массы. Борис Николаевич Гавшин, заместитель председателя и директор музея Ленина Коваленко Наталья Степановна, член оргкомитета. Организовывается эта конференция тремя учредителями. Российской газетой «Народная правда» вам знакомой, Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением культуры и историко-культурно-музейный комплекс в Разливе и ООО «Третий парк». Конференция состоится 22 апреля 2017 года в Каменном павильоне музея «Шалаш». Начало в 11 часов, а сбор участников, тех, кто не едет туда на автомобиле своем, у кого его нет, вполне возможно, что у многих его нет, и всех, кто приедет на эту конференцию. Сбор участников у станции метро «Черная речка». Наши слушатели, которые сегодня присутствуют, я им выдал пригласительные билеты на эту конференцию, но все товарищи, которые приедут, наши слушатели, приедут в 9.45 к станции метро «Черная речка» на площади у станции метро «Черная речка», они такие билеты у меня смогут получить и принять участие в конференции. Вот такая у нас программа. Это будет суббота, нерабочий день, хотя и не для всех нерабочих, но для многих нерабочих, и можно будет в этом принять участие. Так, продолжаем дальше. Товарищ Моисеенко пошел дальше. Высшей формой, классовой борьбы, классики марксизма считали борьбу политическую, борьбу за захват государственной власти. Вот тут я отмечаю это как недостаток, то, что он говорит. Значит, захват государственной власти. Какая она сейчас государственная власть? Вот есть товарищи, которые хотят захватить буржуазную власть. И что делать? И править от имени буржуазии. Так? Ну, на самом деле, вы, наверное, знаете, в числе левых, так сказать, социалистов, называющих себя коммунистами, очень много людей, которые хотят захватить власть. Которые хотят через выборы в парламент, при своих власти найти теплые местечки и на этих теплых местечках пребывать. Ну, если бы это было вот только вот сейчас, ну, во-первых, развал, а лучше сказать, не развал, а уничтожение или разрушение Советского Союза, с чем было связано? Что вот некоторые товарищи власть захватили, и они не обеспечивали власть рабочего класса, не служили рабочему классу, а стали действовать так, чтобы рабочий класс служил им. Хотя были такие деятели, такие как Зиновьев, которые прямо выступали с идеей диктатуры партии. Зиновьев выступал и говорил, что, ну, вот, Ленин говорил, что партия — это очень важный авангард рабочего класса, что надо все решения сначала на партийном уровне проводить и так далее. Давайте мы будем прямо открыто, скажем, честно народу диктатуру партии. По этому поводу выступил Иосиф Сырёнович Сталин и сказал, что одно дело — диктатура пролетариата, а другое дело — диктатура партии. Если диктатура пролетариата, то это значит, что партия служит классу, как его авангард. То есть она освещает ему рабочий день, но в власти кто должен быть? Класс. А если диктатура партии, то все получается наоборот. Класс должен служить партии. Вот как только этот переворот совершится, а он совершился именно тогда, когда записали в Конституцию, там, 77-го года, руководящую роль партии. Как можно туда записывать? Не класса, а партии. Ну и вот мы видели, это привело к тому, что начался переходный период от коммунизма к капитализму. Поэтому дальше написано правильно у товарища Моисеенко — установление диктатуры пролетариата в результате пролетарско-социалистической революции. А как делается революция? Что, захватывает власть? Нет. Есть же такие органы, которые могут осуществлять власть другую. Или можно взять вот тот государственный аппарат, который был, и пустить его в ход для социалистических целей. По этому поводу Маркс и Энгельс считались своим величайшим открытием, гордились, что мы поняли и доказали, обосновали, что нельзя вот этот старый государственный буржуазный аппарат взять и пустить его в ход для социалистических целей. Надо его сломать, разбить, уничтожить. Но это вот звучало, ну так очень резко — сломать, разбить государственный аппарат. Потому что если вы возьмете опыт социалистической революции в России, никто ничего не ломал. Ну вот когда телефон взяли, ломали там телефонный аппарат, просто сказали, что вот теперь надо соединять вот с этим, вот с этим, и все, телеграф. Или что-нибудь, пришли люди в зимние дворецы, начали его крушить. Ну были там деятели, которые попытались винные склады захватить. Так вот сами же матросы вплоть до расстрела прекратили это безобразие. То есть вообще вот рабочий класс инстинктивно в такие минуты, когда совершается революция, он не допускает, чтобы был, так сказать, какой-то пьяный разгул. И очень жестко разбирается, расправляется с теми, кто пытается это использовать. Всякого рода мародерами и так далее. Поэтому надо создать, сначала появились советы. При каком строе появились советы, при буржуазном или при социалистическом? А тут получается, сделаем революцию и тогда установим советскую власть. Нет, вы сначала советы создайте. А когда вы их можете создать? Если вы их не создадите при этой власти, а вот когда вы их создадите, советы сами будут решать, как им установить власть. И вот наша революция показала, что все это было очень мирно. Ну как сделать мирно? Если кто-то будет буйствовать из наших, ну вот мы так, остальных тут у нас много, будет все очень мирно, потому что один тут не сможет буйствовать. Правильно? Поэтому, как вот, какая ситуация сложилась в Петрограде? Петроградский гарнизон большевистский за советы, подчиняется Петроградскому совету. Войска Северного фронта большевистские. То же самое. В советах, в Совете Северного фронта преобладают большевики. В Москве в Совете преобладают большевики. Эти три совета решили вопрос, что мы устанавливаем теперь советскую власть. Для этого что нужно будет? Ну, для этого надо большую работу проделать по созданию, которую проделал не большевики. Или, по крайней мере, не только большевики. Вы можете сказать, что это именно большевики создали, созвали второй съезд Советов? Нет. Это явление народное. Вот второй съезд Советов созвали, вот он собирается. А большевикам осталось только передать власть. Вот арестовать Временное правительство и передать власть, а мешать. Тут кто-то там могли. Женский батальон и юнкера. Все. А могут юнкера и женский батальон воевать с Петроградским гарнизоном. Или там вот Аврора подошла. Если 500 человек пришли из Северного фронта специально, так сказать, считайте спецназ. О чем тут может быть разговор? То есть, это очень мирно. Это образец мирной революции. Но революция это всегда насильственная вещь. Это понятно. Это мы должны знать. А вот контрреволюция у нас была вооруженная и кровавая. Правильно? В 93-м году же стреляли в Белого дома. Причем стреляли по какому органу? Это был Совет или парламент? Парламент. Парламент. Стреляли по буржуазному парламенту. Потому что этот Верховный Совет провел все приватизационные законы. Вопрос только решался, будет у нас парламентская, так сказать, буржуазная республика. Или сохраняться. Или будет президентская буржуазная республика. Но вот для того, чтобы решить не голосованием, не демократически, то начали стрелять из танков по парламенту. А что такое разрушение, игнорирование, разрушение демократии? Фашизм. Фашизм. Вот мы бы имели проявление фашизма в России. Со стороны Ельцина. Ельцин тут главный фашист. И тех, и его помощники. Гайдар, который пытался там вооружать, и кричал, что давайте, стреляйте по ним. А чей финансовый капитал? А? Финансовый капитал чей? Что финансовый капитал? Ну, фашизм же определение финансового капитала. Ну, финансовый капитал, это же не фашизм. Не беспокойтесь, финансовый капитал международный, я там позаботился об этом. Вы знаете, что стрелялись со стороны американского посольства для того, чтобы кровавить. Да, американский фашизм в России. И вот Ельцин его и представлял. Про никому? Ну, потом он, так сказать, он долго не просуществовал. Потом ему объяснили, что не надо, это неприлично, стрелять. И пусть газеты болтают, все хотят, никого не надо трогать, потому что эти газеты, маленький тираж у них. Пусть, так сказать, что-то показывают, говорят, а мы будем делать свое дело. И делают свое дело. Потому что буржуазная демократия, это идеальная форма организационной диктатуры буржуазии. А если рабочий класс хочет установить свою власть, значит, он должен думать не о том, как захватывать, как здесь написано, государственную власть, а о том, как построить советы. А советы создаются в ходе забастовочной борьбы. Но если человек не может отстоять какие-то, даже не может отстоять повышение зарплаты, он может осуществлять власть. Вот скажите, пожалуйста. Я, говорит, вот потребовать больше на 3 рубля не могу, а вот управлять государством могу. Верите вы в таких людей? Ну как, если человек должен подготовить себя, класс должен подготовить себя к осуществлению власти. Ну это вот у меня единственное замечание, ну такое существенное, а в целом, конечно, очень хорошо. Еще одно замечание. Таким образом, наличное бытие есть результат снятия становления. Вот эта формулировка наравне такого типа математического. Там это определение, там треугольник это. А в науке и логике все наоборот. Сначала мы выведем, а потом говорим, оно является тем-то. Вот вывели и назвали. Вот результат снятия становления называется наличным бытием. А не наличное бытие есть результат снятия становления. Результат снятия становления уже есть. Мы же его видим, мы уже о нем говорим. Только нет имени. А мы раз ему и имя, наличное бытие. И имя мы подбираем не мы, а берем у Гегеля. А Гегель берет из философии, если это имя было. А если не было, он тогда ставит свое. Но такое, которое увязывается в единую систему категории науко-логики. Так, товарищу Моисеенко зачет. Очень хорошая работа. У нас один из слушателей второго отделения, товарищ Ерофеев Денис, прислал такие небольшие эссе. С интересными названиями, с остроумными замечаниями. Но строгий подход, который мы здесь проводим, придерживаемся которого, чтобы было логично, доказательно, строго. Вот этому к строгому подходу, к сожалению, вот эти вот заметки пока не отвечают. Не первый раз я обращаю на это внимание нашего слушателя второго отделения Ерофеева Дениса. Хорошо, что он не обижается. Вот я хочу привести примеры того, как раскрывается такая тема интеллигенции созерцания. Созерцание это что имеется в виду? Это имеется в виду, ну, или буквальное созерцание, или интеллектуальное, правда? Что такое интеллигенция? Тут не говорится. Кто такой интеллигент? Может быть, товарищ не знает. Может, он недооценивает понятие необходимости того, давать определение. Но вот кто-нибудь может сказать, что такое интеллигент? Носитель знаний. Да, носитель знаний. Спасибо большое. Очень хорошо. Запишите, пожалуйста, зачет товарища. Он уже ждал. Так, ну вот тут говорится. Так, например, осязание вообще охватывает два момента нашего мира. Осязание охватывает два момента нашего мира. Представляете? Такие, как материальные и идеальные. Как можно идеальные осязать? Как можно осязать идеальные? То есть, это совершенно грубая ошибка. В осязании мы противодействуем миру в полной мере. Это мне напоминает вот такой анекдот, как пьяный ходит вокруг круглые тумбы. Знаете, так вот, раньше там театральные афиши клеили, обошел один раз, второй, третий. Ну все, замуровали сволочи. Он противодействует миру, а весь мир, он видит, что он вот заперти, потому что куда бы он ни винулся, а те он не может, потому что он упадет. Вот он поэтому вдоль стены так идет, и куда бы он ни пошел, одна сплошная стена. Замуровали. Ну какое, что значит, противодействует миру? Ничего себе, интеллигент противодействует миру в полной мере. Суть за интеллигент. Носитель знания будет в полной мере противодействовать миру. Или будет способствовать развитию мира от низшего к высшему. Способствует развитию мира от низшего к высшему. Вы поставили зачет? Да. Все. Зрение же представляет собой идеальное явление на поверхности материи света. Почему это на поверхности материи света? Что это еще? У материи света есть? Что за материя света? Или свет это один из видов материи? Что это за материя света? Совершенно непонятно. Особенностью же ощущения является слух. Почему же это слух? Особенностью ощущения. А если и осязание не является особенностью ощущения, то только слух, а зрение, а обоняние. Слух лишь опосредует тело. Во-первых, слово опосредует я никому не советую убрать. Вы, наверное, можете, если будете внимательны, читать Гегеля, Маркса, Энгельса, Ленина. Там такое слово не употребляется. Почему? Потому что они пишут опосредствует. Опосредствует, имея в виду, что между человеком и природой какое-то средство. Третий член, средний член. Это у Владимира Ильича надо смотреть, потому что Маркс все-таки писали на немецком. А перевод хороший, и везде опосредствует. Везде, нет, в собрании сочинений везде опосредствует. А опосредует, вы, наверное, знаете, существуют гидравлические передачи. То есть там опосредует движение управления, значит, какими-то частями колеса. И так далее, когда вы начинаете управлять, вот эта жидкость, она опосредует. Поэтому среда, потому что жидкость можно считать средой. Так обязательно среда или средство? Все-таки средство. Ну ладно, слух лишь опосредует тело. Я не знаю, что это такое. И поэтому существуют галлюцинации. Ну, у кого они? У автора? Что это такое? Ну, поскольку я, так сказать, обязан, как преподаватель Красного университета, читать. В том числе и галлюцинации. Я вынужден это читать. Всеобщая мира здесь не является устойчивой самостоятельной формой противодействия. Что это такое? Кто кому противодействует? Что случилось? Если человек хотел говорить о каком-то противодействии, ну, взял бы он теорию классовой борьбы. Там есть и противодействие. Ну, вот как-то это было бы сужением, все равно классовой борьбы. Нельзя считать, что вы что-то делаете, я вам мешаю. Это будет форма противодействия. Может, он вот такими письмами мешает нам идти вперед? Так, берем пространство, время и интеллигенция. Интересные три объекта. Сразу полстраницы. Свет — это абсолютная дискретная величина. Вот это здорово. Что значит она, абсолютная дискретная величина? Звук же, напротив, представляет собой абстрактную дискретную величину. Там абсолютно это абстрактное. Почему это звук, он абстрактный? Отчего абстрактный? И почему дискретный? Потому что это колебания, звуковые колебания — это колебания воздуха. Ну, какие дискретные колебания? Волны идут. Кстати, свет, можно сказать, что есть фотоны, как бы, есть там сторона такая, момент есть. А с другой стороны, это же электромагнитные колебания. Это волны, волны световые. Как же это, абсолютная дискретная величина? Ну, человек просто противоречится современной физике. Пространство, время и интеллигенция. Если человек так, так сказать, сейчас так себе представляет мир, значит, он не отвечает требованиям к интеллигенту, как носителю знания. Чтобы перейти непосредственно к интеллигенции, как к понятию разумного в пространстве и времени, то тоже необходимо рассмотреть механическое тело. О! Гляди на механическое тело, оказывается. Чтобы нам стать... Что тут у нас? Нет у нас ничего какого? Вот механическое тело там, я смотрю. Если рассматривают этот компьютер как механическое тело, то можно стать интеллигентом. Да. Это, собственно, и все, что можно сказать об интеллигенции и возможности в пространстве и времени. Здорово, человек. Я чувствую, что... Какой вывод? Плохо мы преподаем, Филипп Владимирович. Виноваты мы. Товарищи, не судите нас строго. Не все слушатели воспринимают. Значит, механическое тело не дошли, Михаил Васильевич. Ну, не дошли, да. Ну, что делать? Ну, значит, мы не интеллигенции с вами. Понятия. Не дотянули. Так, революция. Очень здорово. Так, ну, первый абзац я не могу читать. По соображениям несоответствия, да, некорректные. Так, ну, известная химера – это сросшиеся русские националисты и либералы. Что это? Почему это химера? И Путин не имеет никакого отношения к этой химерии, поэтому он будет жертвовать для простачков, чтобы оболванить их. Так кто будет тут жертва – Путин или те, кого оболванивают? Ничего не понимаем. Это по теме революции. Написано «Симферополь, Ерофеев, Денис». То есть, вот как бы человек показывает, что он не знает и этого, не знает вот и этого, не понимает вот и этого. Так, ошибки Ленина и Сталина. Круто. У нас вообще это вот такая тема рассматривалась на Красном ТВ. Да, и так аккуратно. Вот я выступал по просьбе Владимира Владимировича Пронина с этим. Ну, я очень аккуратно там. Я нашел у Ленина только одну ошибку. Нет, я вообще еще вторую нашел, когда был студентом. Там архметическая ошибка есть в работе по поводу, так называемого, вопроса о рынках. Это стоило мне отлично за то, что я нашел ошибку там арифметическую. Ну, это никакого значения не имеет. Ну, это описка. Вот. А второе касалось там первичного восприятия диктатуры у Патриата. Не сразу Ленин к этому пришел. А мы все здесь не сразу к этому пришли. То есть, это как бы ошибка движения. И Маркс и Энгельс тоже не сразу. Они же еще и не сформулировали это в коммунистическом манифесте. Можно это считать ошибкой? Вот когда уже сформулировано это дело, можно считать ошибкой. Вот поэтому Плеханов написал в программе, а Ленин еще сомневался. А потом, когда Плеханов согласился с изъятием, а Ленин уже разобрался, он сказал, не-не, давайте оставим диктатуры у Патриата. Это что вы, это сугубо важное дело. Ну, и что мы тут находим? Если свобода не ставит своих оснований, ну, это вам не понять, Говорич, можете тут даже не думать, значит, она принимает условия принципа. Это я бы назвал набор слов. Таким образом, перед свободой стоит один путь. Или она продолжает борьбу на своих основаниях и вживает. Или отвергает свои основания и, предаваясь целесообразной условности, погибает. Свобода такая женщина. Она стоит в виде статуи. В отличие от Сталина, Ленин был образованным интеллигентным человеком. Ну, я думаю, это какой-то грубый выпад в адрес Сталина. Но все знают, насколько он был образованным и интеллигентным человеком. Его, так сказать, насколько он был начитанным человеком. Он прекрасно знал литературу, музыку. Он ходил не слушать попсу, а ходил, так сказать, в оперный, в балетный театр. То есть, человек сугубый. И он разбирался и в науке, и в технике. То есть, человек энциклопедический. Ничего себе, в отличие от Сталина, Ленин был образованным, интеллигентным человеком. В отличие от ваших родителей, вы ничего не знаете. Ну, что это? Это какое-то оскорбление же. Сталин ученик Ленина. Лучший ученик. Или были лучшие ученики? Поэтому, конечно, здесь. Так что, уважаемый Денис Ерофеев, надо вам настроиться на то, что вот у нас есть программа, есть занятия, и надо их изучать. А вот такое есть стремление, я очень многих его наблюдаю. Потому что мне многие присылают всякие предложения, варианты. Кто хочет Гегеля переделать работу, кто Маркса, кто Ленина, кто еще чего. Ну, вот вообще в науке существует такой принцип. Надо сначала освоить, освоить вот то гениальное, что было сделано для нас, а потом свое тоже можно написать. Но тогда уже свое, не надо ничего переделывать. Потому что вот тут недавно как раз я об этом говорил в выступлении на Красном ТВ. И говорил, что я вот не художник, вообще не умею рисовать. Не, ну там точка-точка, там запятая, это могу. Но если дадут мне картину великого художника, я прекрасно нарисую кепочку, папиросочку и очки. И вот товарищи, которые оформляли мою лекцию, вот сидящие здесь, в это время мне как раз приделали и папиросочку, и кепочку, и очки. Получилось очень здорово. Весьма юристично и наглядно. Поэтому я вот хочу поблагодарить за эту наглядность, что может не будут так делать. То есть не надо переделывать вот те произведения, а развивать, там, лучше делать. Пожалуйста, пишите, делайте. Но для этого надо освоить. И я думаю, что вот все люди, которые сегодня изучают навыку логики, должны понять, что мы здесь вот ученики. А Маркс как относился к Гегелю? Мое отношение к Гегелю какое? Гегель мой учитель. Все этим сказано. Маркс сказал. А вот тут у нас есть учителя Гегеля. Их много. Я вот с ними общаюсь постоянно. И даже отбиваюсь от них. И они обижаются. А некоторые обижаются на то, что я вот в довольно резкой форме критикую. Вот у нас тут товарищ Сергей Иванов мне писал. Писал письма, я на них отвечал. Ни разу он не написал. Мне спасибо за то, что я разбирал его одно произведение, второе, третье, четвертое. Это, в общем, занятие тоже. Ну, я же не могу просто так сказать отбросить. То есть я разбираю, показываю, что надо сделать. Потом он довел уже до такого уровня, что вместо описания пошел ответ на вопрос, что делать. Ну, вот такой слабенький ответ. Ну, заслуживающий того, чтобы послать его по вопросам образования, и что делать, чтобы не разрушалось образование. Я ему написал, что теперь пошлите, пожалуйста, президенту и министру образования. Тут он испугался и сказал, что вы, так сказать, меня бросили. Я, он думал, что мы их где-то повесим. Для письма министру образования Татьяне, для заметки, которая на ресурсах фонда рабочей академии, или вот Красное ТВ, я, например, не взялся просить товарища Пронина это вывешивать. Потому что слабое пока. Надо хорошее сделать, такое яркое, блестящее, интересное. Я всем хочу сказать, что слушатели Красного университета у нас, ну, по договоренности с ректором и его предложение, он готов помещать лучшие заметки, произведения, какие-то статьи здесь. Или, если надо, если кто-то проявит инициативу и выступление сделать для Красного. Ну, это должно быть так, чтобы это нам прибавляло, так сказать, веса Красному университету. А не показывало, что мы здесь вроде как не разбираемся и не тянем. Вот, вот вся, так сказать, письменная часть. Да, вот. Еще две работы. Вот товарищ Федотов Александр Васильевич. Болгария, Солнечный берег. Он не первый раз присылает свои работы, и всегда они были написаны по-русски. Тут он написал по-болгарски. Вот. И я думаю, из-за этого Кирилл Валерьевич, так сказать, поскольку он читал по-русски, он как-то тут решил, что надо лучше мне это отдать. Я тоже это начал читать и понял, что он тут как-то решил, ну, видимо, трудно ему это было, тут сразу две задачи решать. И излагать тему, и на русский переводить. Поэтому здесь с точки зрения русского языка какие-то сбои. Но в целом, правильно все это написано, что такое сущность, как снятое бытие. Правильно в принципе написано, но словами не очень хорошо выражено. Существенное и несущественное, то же самое. Ну вот пропало противоречие там, где вот там нужно было выстоять. Категория существования в отличие от категории бытия. Ну вот написано, существование как устойчиво основанное в сущности, как спокойного проявления глубинных законов, управляет себя через условия, которые Гегель выразил следующим образом. То есть много лишних слов наговорено. Но в принципе ясно, когда налицо все условия какого-нибудь сути дела, оно вступает в существование. То есть трудно это вот изучать еще. Человеку, который русским в принципе владеет, но тут надо, у нас есть перевод с немецкого на русский, теперь надо с русского перевести на болгарский, чтобы это понять, а потом надо написать по-болгарски, потом перевести на русский. А времени-то не так много. Ну, я думаю, зачет мы можем поставить. В принципе, видно, что товарищ разбирается, или пытается разобраться. Вот товарищ Хитогоров из города Электросталь, он правильный путь такой выбрал. Он понял, что это делать сложное, тяжелое. Вот. И он решил вот так сделать. Пусть попробует там тот, кто будет проверять. Пусть попробует что-нибудь против сказать. Он взял и как бы не цитируя, и не говоря, что это Гегель, как бы от себя тут начал цитировать многие правильные, очень хорошее положение подряд. Из Гегеля. Сущное, существенное, существенное. И вот Кирилл Валерьевич ничего не мог возразить. Ничего. Потому что это Гегель. А потом он уже, когда говорит о законе и явлении, он стал уже говорить уже своими словами. И видно, что, если человек начинает цитировать сначала, записывает выдержки, важнейшие, выделяет главное, пишет, ну возьмите вы конспект науки и логики Гегеля у Ленина. Там чего больше, замещаний Ленина и слов Ленина или выписок из Гегеля? Выписок из Гегеля. В государстве революции полно выдержек, из Маркса и Энгельса. То есть этот ход, такой вот ход действий, вполне нормальный. То есть вы берете, выписываете, а потом будете трактовать. А вы сразу начинаете с трактовых, игнорируя, игнорируя вообще, что написали по этому поводу великие. Это неправильно делать. Зачет тоже самое товарищу Итагуру Валерию Федоровичу. Все. Теперь, Григорьевич, пожалуйста, продолжайте опрос. Ну что, товарищи, кто еще хочет высказаться о теме, которое мы сегодня разбирали? О противоречии, хотелось бы сказать. Хотелось бы говорить. Противоречия, они проявляются во всем, что мы наблюдаем, видим. И это противоположное движение. То есть положительное мы можем видеть в отрицательном, а отрицательное мы можем видеть в положительном. Получается, такое единство противоположностей. А вот борьба там есть противоположности? В противоречиях борьба, естественно, присутствует. Но, если мы рассматриваем категорию противоречий, то она просто есть противоречия. Вы сказали, противоречия это единство противоположностей. Так все-таки они в единстве находятся? Или все-таки противоположности между собой конфликтуют и борются? И вот об этом тоже, наверное, стоит говорить, когда раскрывается категория противоречия. А если поставить такой вопрос перед вами, что абсолютно, а что относительно? Скажем, что из этих двух борьба противоречия или единства, что относительно, а что абсолютно? И почему? Ну, это второй вопрос. Что абсолютно, борьба или единство? Вы, да, почитайте. Ничего нет абсолютно на равных, правильно? Никогда не бывает что-то равное. Всегда что-то ведущим является, правда? Ну, что-то побеждает всегда, да. Так что вот в противоречии важнейшим является, так сказать, абсолютным, чтобы спокойно можно сказать, борьба или единство? Если вы возьмете единство, то это до всяких противоречий. Сколько категорий мы рассматриваем, там везде единство есть, правда? Ну, в общем, да. Ну, что, если мы сейчас скажем, что противоречие характеризуется прежде всего единством, ну, это значит, что мы оказались на уровне наличного ввызия, нечто, конечного, границы, правильно? Одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Вот единство двух нечто в этой самой границе. Поэтому, если мы скажем вот единство, мы не выделим как раз того, что характеризует именно противоречие. Противоречие это единство чего? Больбы? Нет, единство противоположных. Противоположных. А противоположных как могут находиться в единстве? Ну, они... Ну, как враги могут находиться в единстве? Враги как могут находиться в единстве? Потому что они сражаются. Вот только как сражаются. В конфликте. Поэтому единство противоположности может быть только в виде борьбы, как борьба. Поэтому борьба и абсолютно, а единство относительное. Ну, относительное, потому что вы к отнести это можете, это единство, к чему хотите. Оно всегда есть, никуда не денешься, никуда ничего не выпрыгивать, никакие категории. Это все в связи находится. А борьба вот то, что характеризует противоречие. Поэтому противоречие есть то, что объясняет нам самодвижение, жизненность, развитие и так далее. И тогда развитие уже берется не просто, как мы раньше говорили, движение простого к сложному, а еще и через борьбу противоположности, через борьбу. И вот это Ленин отмечает в конспекте науки и логии. Вот посмотрите конспект науки и логии Гегеля и Ленина, это очень полезно. Вот хотелось бы, вам не хочется обсудить с умным человеком? Ну тут два сидят, ну Ленин, видимо, не меньше умный. Почему с Ленином-то не обсудить наукологию? Не хотели? Почему не хотели? Ну так вы читали конспект? Не полностью, но это самое. Ну надо прочитать, конспект наукологии надо прочитать, потому что это самый, ну вот товарищи, мы рекомендуем очень. Ну Ленин немножко разбирался в наукологии, давайте как-то примем бы внимание, что он по этому поводу был бы полезен. Спасибо. Ну нужно зачет поставить. Зачет. Сущность как снятое бытие, так сказать, что вот, значит, можно сказать, что сущность она есть, да, значит, но она есть не налицо, то есть, значит, раз она есть не налицо, значит, она отрицается, да, ну то есть бытие отрицается. А как это получилось у вас, вот вы сразу сущность схватили, как будто бы это уже категория, где-то уже в туа у вас, и вы начинаете уже рассматривать. А как-то, как к ней прийти-то вот. Ну, значит... У нас же, вот Михаил Васильевич объяснял, что появляется какой-то вывод, какое-то движение, и потом результат этого движения мы называем, а вот этот результат, это сущность. А вы говорите, ну, сущность теперь она есть уже, значит, она уже где-то появилась у нас. Да, да, ну, я неправильно правильно. И так как вы уже вперед забежали. Да, ну, в общем, значит, сущность бытия, значит, она есть, потом мы его отрицаем. Мы отрицаем? Или оно самоочко. Оно, оно отрицается, да. Ведь и отрицается, значит, потом... Какое вы себе отрицаете? Чистое? Чистое. И сразу появляется сущность? Нет, нет, не сразу. Так вот, сущность является отрицанием чего? Или снятием чего? Снять. Снять это у нас что? Или, может быть, дилектическим отрицанием. Вот так вот. Да, ну, сущность является... Чтобы замаскировать. Да, снять. Если мы забыли категорию снятия вдруг. Да, да, ну, снизу. Снятие этого наличного бытия. Это наличного бытия, это что будет? Это будет... Пойти. Ну, есть что будет. Нечто, да. А вы, мы о сущности говорим. Сущность снятием чего является? Сущность является снятием всего бытия. Вот, спасибо за отчет. Больше ничего не говорится, о том, может, не то скажете. Хорошо. Хорошо. А вот, раз вы говорите, что, ну, вот, вопросы могут сидеть, да. А есть ли где-нибудь площадка, да, для тех, кто удаленно, дистанционно, и тоже хотел бы задать вопрос? Да, конечно. Есть такая... Кирилл Воречка, вы отвечаете? Ну, давайте я отвечу. Да, во-первых, есть сайт Ленру, там можно задать свои вопросы. Во-вторых, есть в Ютьюбе под роликами можно задать свои вопросы. В-третьих, есть сайт Красного ТВ, там тоже эти ролики выкладываются, и там тоже можно задать вопросы. Вот эти площадки я знаю. И в-третьих, и кроме того, у нас есть система удаленного доступа для обучения, по которой вы можете свои вопросы направить к Мордовину, а Мордовин, проректор по учебной работе, направит кому-то из преподавателей. Если, скажем, по философии он или мне, или Кириллу Валерьевичу, если по политэкономии получит Галко Виктор Иванович, кандидат экономических наук, если это будет по политическим вопросам, это будет или Герасимову, или Казенову, если это будет по экономическим каким-то еще вопросам, может быть, Гавшину по вопросам развития, по производству современного и так далее. Поэтому вот через систему у нас же есть. Все слушатели из других городов записаны в этой системе и могут направлять. В ней не записаны, наверное, может быть, наши ленинградцы, и сюда они не записываются, потому что они и так приходят. А так люди пользуются и присылают. Я регулярно отвечаю на вопросы, которые присылает товарищ Мордовин. А товарищ Мордовин присылает те вопросы, которые к нему пришли. Так что у нас эта система и есть, и работает. Ну, плюс, вот все, о чем здесь говорилось, есть возможность задать вопросы очень много. Ну и сейчас у нас есть вопросы, которые можно задать. А мы задаем вопросы, где можно задать вопросы. Давайте еще вопросы. У меня вопрос. Какие открытия сделал Маркс в области математики? Никаких. А Энгельс, говорит, сделал... Ну, Энгельс говорит. Вы же ко мне спрашиваете? Меня спрашиваете? Да, я говорю, противоречия. С кем? В области биологии он не сделал. Много в других областях, которые Марс не сделал. Вы же про открытие говорите или что он делал? То, что Маркс изучал математику, это факт. То, что Маркс занимался там... Вот что написано. Маркс делал самостоятельные открытия в каждой области, которую он исследовал. Даже в области математики. Это Энгельс написал. Ну, и какое открытие? Ну, раз вы взялись, нашли это открытие? Да я и вот... Ну, раз и вот, и вот, и не надо говорить. Я знаю, что никакого открытия он не сделал. Вот это... Я знаю, рисовал кривые. Такие кривые можно много рисовать. У меня вот есть, книга есть целая, математика в политэкономии. Там много кривых, там очень много всяких разных использований формул, применений в экономике. Никаких открытий в этом нету, потому что применение формул и рисование кривых не есть математика. Математика состоит... Математика в чем состоит, как вы думаете? В доказывании теоремы. Я, Математика, в доказывании теоремы. Если вы ни одной теоремы не доказали, вы не математика. Я согласен. А вы только в эти формулы используете кривые, расчеты, чего угодно. Это не есть математика. Это применение математики для каких-то наших других нужд. Вот то, что Маркс это применял, да, но это не является открытием. Я считаю, что это не открытие. Нет теоремы ни одной Маркса, нету. Маркс не нуждается в открытиях математики, он сделал величайшее. Он открыл исторический материализм, открыл диктатуру пролетариата, открыл диалектикоматериалистический метод. Мало, что ли? Это специально делается. Оттаскивает от главного, начинает говорить вот это. А что вы сделали в хими? Вы кем работаете? Я? Да. Контролером. Контролером. А в биологии вы что-нибудь сделали? Вот я знал, что он ничего не сделал в биологии. Ну так можно все опошлить и всех принизить. Это приемчик-то. Зачем говорить, если он ничего не сделал в математике? Зачем вы и говорите? Вы никак не хотите разобрать главное, что сделал Маркс? И тащите нам к той области, в которой Маркс не главный человек. Маркс не главный в математике. В математике есть Бейерстрасс, Лагранж. Да я знаю. Фирма. Я согласен. Ну так зачем вы туда полезли? Вы это-то изучите, чем мы здесь занимаемся. Мы здесь занимаемся диалексикой. В этом смысле есть диалексика Капитала Маркса. Вы освоили? Нет. А вы хотите... Мы даем возможность задавать любые вопросы. Но я могу давать любые ответы. Я и даю такое. Почему вы нас даете такие вопросы, которые нас уводят от нашего главного дела в Красном университете? Тратим время зря. Следующий вопрос. Можно вопрос? Значит, вот если явление, оно же более поздняя категория существует. То есть мы от сущности переходим уже к явлению. Нет. Ну что вы говорите? Это, например, мы от вас переходим к человеку. Как будет звучать? А вы что? Лягушка? Кошка? Ну как можно говорить? Явление – это категория сущности. Как же вы от сущности переходите к явлению? Как можно такое сказать? И размышляя, мы никогда не выходим из сферы сущности, если мы говорим о явлении. Вот ведь явление – это то, что... Это бытие, правильно? Это категория сферы сущности. Но явление – это бытие? Если мы видим молнию, это же явление природы? Явление – это не бытие. Это выражение закона. Категория бытия годится для других вещей. То есть молния – это не явление природы? Молния – явление природы. Но явление? Да. Оно есть? Есть. Бытие есть? Вот когда вас интересует, есть ли явление, тогда вы можете сказать, что оно бытие. Но если вы хотите сказать, что явление – это бытие, то вы не берёте именно специфическую особенность этой категории, а берёте то, что её роднит с бедными категориями учения бытий. Почему вы так делаете? Вот я могу про вас сказать. Если вы не оскорбитесь, то вы твёрдое тело. Хотите, про меня скажу. Если меня выбросить с 15-го этажа, я буду падать. Я ни на что не буду. Ну, вот я буду падать. И вы, и я, мы вместе можем взяться за руки и спрыгнуть с 13-го этажа. Сейчас это модно. Сельфи ещё надо сделать. И успеть передать. Мы твёрдое тело. Это всё, что мы можем сказать. Если вы говорите о явлении, зачем же вы не взводите это явление до бытия? Ну да, можно сказать. Это бытие в сущности. Явление – это бытие в сущности. Ну, хорошо. А вы взяли просто бытие. Потому что мы не знаем, что это за явлением. Как не хорошее сущности это явление. Что это мы? Я не знаю. Зачем вы нас сюда присоединяете к этому? Мы против категорически. Наука изучает какой-то предмет. Получает вследствие эксперимента какое-то явление. Она не может объяснить сущность этого явления. Я не согласен с вами. Во-первых, нет такой науки, которая изучает какой-то предмет. Каждая наука изучает свой предмет, а не какой-то. Во-вторых, это та наука, которую не может объяснить, она не наука. Поэтому каждая наука тогда в такой степени наука, в какой она может что-то объяснить. А чего не может объяснить, в этой степени она еще не наука. Поэтому все вот это ваше высказывание не проходит. Хорошо. Люди, ученые измеряют какие-то вещи, которые они для себя получают в результате эксперимента явления, которые они не могут объяснить. Они же не знают сущности. Значит, учеными называются не те люди, которые не могут ни одно явление объяснить, а те люди, которые какие-то явления объяснили. А вы берете не деятельность ученых, а ту сторону, в какую они еще, как ученые, не могли освоить и выступить как ученые. Поэтому вы их берете не как ученых. Вот любой рабочий, который делает, скажем, колеса, он не делает башмаки. А вы скажете, вот этот человек не делает башмаки. А вы говорите о сущности, но могут сказать только ученые? Нет, это неверно. О сущности вы можете сказать, мы вам лезем ученые. Не знаю. Как ученые? Вот вы, Энгельс, например, ни в каком вузе не замечено, чтобы учился и Маркс. Не знаю, может он что-нибудь и качал, даже я понятия не имею. Ленин, можно сказать, тоже не ученый. Энгельс учился в этом герметском нерските. И вот если он учился, он ученый, да? Он ученый, потому что он защитил докторовскую по философии. Но докторская на уровне кандидатской, которую у нас считают. Ленин никаких кандидатских не защищал. Сталин тоже не защищал. Энгельс ни кандидатских, ни докторских не защищал. Но Энгельс великий ученый. Ученый это не тот, который что-то защищает или где-то учился, а тот, который исследовал мир и добыл в результате этого исследования истину. Причем такую истину не пустяковую, что какой-то предмет, какой-то эксперимент. Сама постановка вопроса у вас такая, что она сразу объединяет и как-то опускает эту деятельность ученых до того, что они берут, взяли лягушку, посмотрели, как у него, значит, есть ли к ней провод электрический. Посмотрите, как она дергать будет ногой. Я хочу спросить, как вы считаете. Да. Есть же явления, которые человечество не могло объяснить. Сейчас объясняют. И сейчас также есть явления, которые невозможно объяснить, но, возможно, в будущем они будут объяснены. А почему же она невозможна их объяснить, если они, возможно, в будущем? Вы сами себе противоречите. Что вы говорите? Вы говорите, что есть явления. В вашем выступлении содержится агностицизм. То есть есть явления, которые невозможно объяснить. Это ветвь философская, которая говорит, что мир непознаваем. Вот вы первые. Я же не говорю, что их невозможно. Вы так сказали. Сейчас невозможно, а в будущем их объяснят. Если их возможно объяснить, значит, нельзя говорить, что невозможно. Возможно их объяснить. Вопрос о времени – это второй вопрос. Не надо сразу два утверждения. Вот один вопрос – возможно их объяснить или нет? Все явления возможно объяснить. Это раз. Второе – вы подменили вопрос познания вопросом объяснения. Объяснить можно все, что угодно. У нас Сергей Пархоменко на «Эхо Москвы» говорит. Если вы не поймете, я объясню. Я Сергей Пархоменко. Объяснить можно любую чепуху. Ученые не занимаются объяснениями, они по знаниям, по стяжениям мира, по стяжениям в понятиях занимаются. А вы подменяете вопрос при своем вопросе просто объяснением. Есть люди, которые все здорово объясняют. Они что бы только ни сделали, и всегда объясняют все так у них хорошо. Ведь есть же сущности, которые еще не объяснены. Это не задача наша объяснять. А задача преподавателя – объяснять. Вот мы сейчас вам объясняем. А задача науки – не объяснять, а познавать мир. Но познавать – это значит познавать сущности. Нет, почему только сущность? И сущность, и понятие, и бытие. Хорошо. А познавать мир во всех его определениях. Во всех его определениях. Ну, конечно, и в сущность проникать. О чем мы? От сущности мы на поверхность явления не выходим? Это же главное увидеть бытие сущности. Это главное. Вот это правильно. Ну, так все в хоре. Мы с вами нашли консенсус. Нет, ну, я просто к чему говорю, что есть такие бытие, которые еще недоступны человеку. Такие, которые недоступны. Такие сущности, которые еще не подвластны. Такой образ высказывания о недоступности и о неподвластности нашему разуму есть агностицизм. Враждебная марксизм и теория. Вы здесь яркие представители этого агностицизма. Я не говорю, что... Тогда не яркие представители агностицизма. Я не говорю, что наука невозможна. Я говорю, что пока, на данный момент... Тогда это банальность. Все, что не открыто наукой, еще пока не открыто. Почему в эту банальность тут разжевываете? Вопрос... Ну, то, что дважды два, если я не посчитал, это еще, значит, не четыре. Ну, что вы говорите? Это общее место. Вся наука, значит, имеет область, в которой она... Что она изучила? И она продвигается дальше, она постигает мир. Откройте книгу Ленина «Материализм и империя критицизм» и внимательно ее прочитайте. Очень советую. И вам это очень понравится. Вы будете вооружены до зубов, потому что вот то, что вас беспокоит, на это вопрос Ленин там и ответит. Наилучшим образом. Ничего лучшее нет для этого. Материализм и империя критицизм. Там как раз изложены вот эти все философские концепции. И вопрос опознания мира там ключевой. В том числе и борьба с агностицизмом. С махизмом. А иначе вы будете... Нет, вот с агностицизмом в том числе. А иначе... И вообще движение к абсолютной истине, абсолютной истины, относительной истины. Как совершается переход к возможности человека. Вот он прямо говорит, человек по своему характеру, по сущности своей способен познать все. А по движению в этом познании понятно, что каждый конкретный человек познает что-то и вносит в копилку знаний всего человечества. Человечество в состоянии познавать все. Познавать. Ну, оно совершает это движение. И всегда остается то, что еще не познано. Никогда не будет так. Материя же бесконечна, чтобы вы все познали. Но возможность познавания абсолютно. А познание относительно. Всегда. Но в относительном познании есть абсолютное знание. Мы не все знаем. Но то, что мы знаем, мы знаем. Ну, вот я думаю, что давайте мы с этим закончим. И вот почитайте, материализм перекрестится. Еще вопросы. В определении культуры есть дух. Ну, опыт духовный в том числе. Что такое дух? Духовное богатство. В каком определении культуры? В определении материальное и духовное накоплено опыт в этой имени. В чем вопрос? А вот дух, как понять? То есть, как понять, как сознание? Ну, человек умер, и дух, вон, как вы это понимаете? Что, думаете, это газ, что ли, выходит? Или душа? Да, мы можем говорить, как материалисты, о душе человека? Ну, все, что у вас есть внутреннее, в вашей, так сказать, в человеке. Ваш внутренний мир – это ваша душа. Можно говорить о внутреннем мире человека? Ну, некоторые искали, конечно, там, были такие раньше опыты. Грубые. Давайте, говорит, душа, она отлетает после смерти, значит, надо взвесить перед смертью, там уже видно, человек при смерти. Так, и сразу, как душа отлетит, еще раз взвесить. Дух и душа – это взаимосвязанные вещи. Дух и душа – это взаимосвязанные вещи. Дух и душа. Духовное и душевное. Но дух выше души. Ну, смотря у какого он, какая душа. У него, может, душа выше нашего с вами духа. Душа. Какая-то бывает разная. Что у человека в душе? Может, грязь какая. А может, наоборот. А у нас слабый дух. То есть, духовное – это то, что относится к сфере сознания «я». Получается, опыт материальный и опыт накопленных внутренних миров? Накопленный в сфере общественного сознания. Потому что человек, вот сущность человека, в чем? Общественных отношений. Вот, вот поэтому в общественном сознании, общественном, то, что накоплено… Я же знал. Да, то, что накоплено. То, что накоплено в общественном сознании – это вот духовность. Относится к… мы можем назвать духовностью. Потому что это не материальное. А это… А сознание – это что такое? Сознание. Сознание. Сознание? Да. Ты organic человек. Ну, нет. Ну, это вы нас туда-сюда… Сознание, что такое? Что такое? Какое? Любое, что ли? Падать? Вот свойство материи. Свост – это свойство материи. Да, это такое у нас сознание. Если большой человек – большое сознание. Весомый, солидный. Но то, что свойство материи – это правильно азак transfir sticker. Какое свойство материи? Правильно. Во-первых, какой материи? Высокоорганизованной, это тоже правильно. Какое свойство высокоорганизованной материи? Человека. Отражать мир. Отражать мир. Отражать мир. Отражать мир. Это сознание. А если мы берем вот эту способность отражения применительно ко всему человечеству, это вот духовный мир. Такой мир. Мир общественного сознания. То, что мы можем прочитать в библиотеках, книгах, посмотреть в интернете. Дальше все ответы и все наши занятия к области духовного относятся. Или что-нибудь материальное мы делаем? Вы что-нибудь не похожи на переноски тяжести изучения гейки? У вас мышцы? Нет, у вас какие-то мышцы устали? Или у вас напряжение в голове? Ну вот это духовное. Так, еще вопросы. Вот, видите, а вы говорите, что нельзя познать. Все можно познать. Все мы познали. Нет ни одного вопроса. Причем это первый раз за всю жизнь от Вижи наблюдаю. Еще осталось время. Нет, нет. 7 минут. 7 минут. Если сейчас не будет вопроса, мы будем констатировать, что наступил момент истины. Полного познать. Когда мы полностью все познали. И вопросов больше нет. Вот мне вполне еще понятно по поводу труда и все-таки труда программиста. Это труд или не труд? Значит, это непонятно тем, кто не читал третий том Капитала Маркса. Или читал только третий, не читал второго и первого и так далее. То есть для того, чтобы это было... Ну вот, а как, может быть, это вполне понятно? Это же категории. Категории – это узловые понятия. Все категории находятся в определенной системе. Чтобы это понять, что нужно сделать? Систему понять. Ну вот, как только вы прочтете третий том Капитала, у вас такого вопроса не будет. Вот. Я могу, так сказать, забегая вперед. Вперед не перед собой, а перед вами. Значит, сказать, что есть разные определения труда. Есть определения труда, которым в основном пользуется Маркс в первом Капитале только этим. И никаким другим. Определения в смысле Адама Смита. То есть труд – это что такое? Ну и изменение природы под нужный человек. Ну так, в целом, правильно. С своими словами. Ну вообще, не знаю, меня так приучили там с матмеха, что надо вообще-то не своими словами рассказывать, а определения. Треугольник – это вот такое что-то. Нет, такое. Ну что, значит, труд – это целесообразная деятельность по созданию материальных благ. А еще более точное Марксово определение такое – это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы к удовлетворению своих потребностей. Программист предпособляет вещество природы к удовлетворению своих потребностей, в ходе своей деятельности. Он способствует. Да я не спрашиваю, что он способствует. Балерина ногой, так сказать, крутит и способствует тому, чтобы у меня сегодня было хорошее настроение, а я слесарь Иванов. Я сделал, выполнил норму на 5% больше. Ну, чтобы балерина не трыц. Что? Балерина не… Вы определение поняли? Это преобразование материальных благ, если я пишу программу? Чего преобразовываю? Я где нахожусь в это время, когда я пишу программу? В сфере бытия или в сфере общественного сознания действую? Белый кран белый, а там появились черные вкрапинки. Так ваша задача сделать там черные вкрапинки? У вас задача, понимаете? Тогда вы далеки от задачи программистов. Вы железом занимаетесь? Так ваша задача не в краних белых вкрапинках? Не рассказывайте. Вот тот человек, который будет создавать непосредственно, возьмет вашу программу, будет стоять у станка, и у него, между прочим, будут шпоры на ногах. Как у нашего товарища Петрова, который не может потом стоять и вынужден был уйти с работы. Потому что он, вы-то сидели за компьютером и сделали программу для ЧПУ, а он эту программу, которая была в блоке его станка, он ее реализовывал. Для этого надо было стоять, стоять, включать, стоять. Он непосредственный производитель. Значит, трудящимся трудится тот, кто непосредственно производит материальные блага. Вы производите материальные блага посредственно. Я хочу... Я согласен. Вот это надо усвоить. Вот смотрите, если сейчас вы... Если сейчас вы... Для него ничего не стоит сделать так, чтобы это... Ну, то есть, заменить рабочую. Он может спокойно поставить за этим же станком. Не может заменить рабочую. Не может. Никто его... Никто его не пустит к станку, потому что он не... Это и долго, так сказать, обучаются люди на саночник с ЧПУ. Никто его не пустит. Кто его пустит к этому? Он все запорит там и будет... Это вы... Вы в компьютере получите другой вариант, а у него железо будет испорчено все. Вы что? Короче говоря, люди, которые никак не могут разделить сознание и материю, это вообще конченые люди. Это ужасно. Но человек первый, что должен понимать, что относится к духовной сфере, а что относится к материальной. Занимаются ли люди, которые находятся в сфере идей, материальным производством? Непосредственно. И влияет, все влияет. Я вот влияю на материальную, очень даже влияю. Вот вам расскажу, вы пойдете, что-то сделаете. Я что-нибудь создаю. Вы видели хоть, чтобы у меня хоть один жареный рябчик выскочил хоть раз изо рта? Я ученый, причем в ранге там доктора, профессора. И что? Ни одного рябчика жареного. Но я могу взять лопату и перекопать. Но вас же не назовешь без денег. Что? Без денег вас не назовешь? Нет, но меня не назовешь представителем. Рабочего класса. Потому что я не рабочий. А потому что у меня не труд. А что это? Самосуществление индивидуума у меня по Марксу. А вот Сессерон еще говорил. Один человек говорит, остальные слушают. Столько достойных мужей слушают, они еще хотят получать за это деньги. Поэтому для чиновников Ленин в государстве революции говорил, жалование они должны получать. Жалование, не зарплату. Зарплату получает рабочий. Они должны получать жалование на уровне средней зарплаты рабочего. Сколько пожалует им тот класс, который у власти стоит. Они к этому классу не относятся. Они должны ему служить. Вы собираетесь служить? Вот за всеми этими разговорами, что мы трудимся, а рабочие не трудятся, они не важны, стоит вот эта самая мысль... Ну и не надо преуменьшать труда рабочих. Что? Ну и не надо преуменьшать труда... Дело не в уменьшении и не в увеличении. Если человек не может разделить сознание и материю, он безграмотный. Безграмотный. Вот я таким вот людям ставлю двойки. Здесь у нас как-то не принято двойки ставить. Единицу, двойку. Ну что я могу поставить? Если человек не может это разделить... Вы можете его... Хорошо. Уберите, пожалуйста, заднюю. Нет, у нас же мы не можем. У нас уже закончилось, а уже ответы на вопросы были. Это было вовремя за счетом. Вовремя надо было, да. Вот тут. Значит, не было за счетом. Не успели, да, не успели. Короче говоря, в каких формах может быть преобразование форм общественного сознания? Я могу идею изложить. А. Словами. Сейчас. Раз. Б. Я могу ее изложить. С помощью этой техники. Так, и она появится на экране. И появится. Это и та же самая идея. Ничего тут нового... Ничего не прибавилось к идее. Вот то, что я говорил словами, то появится. И она будет через систему еще будут обрабатывать, монтировать будут. Природу камера меняет? Что? Камера природу меняет? Она не меняет содержание моей идеи. Ни капельки. Вот и все. Идеи. Я об идеи говорю. Что за кранер? Подождите, вы не путайте. Идея идет. Дальше. Идеи можно с помощью кино подать. Я могу написать книгу, что я ей делаю. Вот я написал книгу. Что это такое? Книга материальный продукт. Да. Кто создал материальный продукт этот? Типография. Типография создала материальный продукт. А я создал содержание этой книги. Идейное. И все. Мы разные вещи делаем. А они печатают. Как сейчас говорят, вы автор. Вы пишете статьи, книги, эссе. А мы печатаем. Они печатают. Вы можете сейчас любую чушь написать, заплатить деньги, и вам напечатают. Это будет книга. Книга представляет свою материальную ценность. А духовные ценности может вообще не представлять. Никакой. Это надо различать эти вещи. И в каких еще формах бывает идея? Программа. Это идея или нет? Идея. Вот. Это идея. А если я переделываю программу, что я переделываю? А если я программу передаю на компьютер? Непосредственно прямо передаю. Несу куда-то на диске. Я могу записать эту идею на диск. Я могу записать ее на флешку. Я могу эту идею передать посредством связи прямо на станок. И если у меня сделан так станок, что между мной и продуктом, вот вы, допустим, программист, и там никакого человека нет, а уже сделали такой станок, который вами управляется на расстоянии. На расстоянии это же дело условное. То ли я рядом со станком стою, то ли 10 метров, то ли я за стеклом в цеху поглядываю, то ли у меня там стоят мониторы, я и так все вижу, что делается, как, скажем, в штабе армии. И вы нажимаете на соответствующие кнопки, и эта ваша идея начинает реализовываться машиной. Это реализация идеи. То есть она вашу идею воплощает практику, превращает в железо. Например, если вы представляете управление движением марсохода, то есть люди, которые, ну, так сказать, руководят всем этим процессом, а есть люди, которые непосредственно вот, непосредственно движение осуществляют. Вот они рабочие, вот у них труд материально-производительный. Расстояние здесь не имеет никакого значения, больше, меньше. А вот у тех, а если я ваш начальник, я вам говорю, так, вот сделайте вот это, чтобы он вот так поехал туда-то, сделать такую программу, у меня какой труд? Непроизводительный. В смысле Адама Смита. Я еще раз говорю, непроизводительный труд. Нет, не труд, и не труд, и не труд, не подходит он под определение труда, который, вы можете применить определение, там же что говорится, труд, это обмен веществ между человеком и природой, а не между людьми, не идеями, обмен. Хорошо. А обмен, а обмен, теперь обмена, это, это, это... В определении ничего нету в определении труда вообще. В определении... Значит, еще раз, надо понять, что есть обмен веществ между человеком и природой, а обмена идеями вообще не может быть. Потому что, если я вам отдаю свою идею... Ну, понятно, но у одного вас остается. Ну, так о чем тут? Какой обмен веществ? Все. То есть, если нет обмена веществ, а есть движение в шфере идей, и это труд непроизводительный. Дальше, открываем третий том капитала. И поскольку там речь, это о поверхности явлений уже, сущность... Вот как она теперь на поверхности явлений? Уже закон стоимости действует не так, что по стоимости. И где вы там такое не найдете? Центр колебаний цен там не стоимость. В третьем томе капитала. А что? Кто читал третий том капитала, товарищи марксисты? Ну, мы не такие марксисты, которые будут лишнее читать. Правильно? Да. Так что? Нет, не монопольные. Значит, центром колебаний цен является... Цена производства. Цена производства, ее формула такая. Издержки производства плюс средняя прибыль. Издержки производства считаются тоже не в стоимости, а тоже в ценах. На самом деле, вот я когда занимался применением математики в экономике, это посвященная система уравнений для того, чтобы найти... Вот если у вас есть стоимость, а цена производства в таком условии, чтобы все цены обозначаете как неизвестные, но у вас столько же этих уравнений получается, сколько этих товаров. И вы можете найти величину цен производства математически. Но никто эту задачу не решает, она не нужна никому, это ее решение. И вот движение вокруг цены производства, это колебание цен. Потом к этому добавляется еще движение, связанное с тем, что учитывается рента земельная, что есть собственники, которые получают, реализуют свою собственность, которая вообще, честно говоря, общественные отношения, в виде, так сказать, денег определенных, суммы. И это тоже включается, добавляется к поддержкам производства. И получается цена с учетом этого. Так вот, тогда уже, в этой являющейся сфере, тогда уже вопрос стоит по-другому. Во-первых, это ведь капитализм, а не просто товарное производство. Значит, какой считаться должен труд только тот, который создает стоимость, во-первых. Так вот, уже в третьем томе уже не считается это производительным с точки зрения капитала. Производительный только тот труд, который создает прибавочную стоимость. Согласны? Вот это взгляд капиталиста, с точки зрения капиталиста, с точки зрения буржуа. Только тот труд производительный, который создает прибавочную стоимость. Весь труд этих мелких буржуа, крестьян, это не все. Он не создает прибавочной стоимости, и поэтому не входит. Хотя он материально-производительный. То есть труда производительного в смысле производства стоимости меньше, чем труда производительного в смысле производства материальных благ. А стоимость – это стоимость товара. А товар – это вещь, а не идея, а не программа, а вещь. Сначала смотри. Теперь дальше. Дальше пойдем. Но поскольку я капиталист, мне плевать, производите вы прибавочную стоимость или нет. Программу вы делаете или корабли. Мне плевать. Вот если ваш труд мне приносит деньги, то есть прибавочную стоимость, он производительный с точки зрения уже не промышленного капиталиста, а с точки зрения капиталиста вообще любого. С точки зрения капитала, любой труд производительный, который приносит. Если я организовал, певичек собрал и выступаю как антрепренер, они мне на счет прибавочной стоимости гораздо больше, чем я бы организовал, если был бы капиталистом. На промышленном предприятии. То есть если труд приносит прибавочную стоимость, он производительный в смысле того, что он производит меня как капиталиста. И у нас таких капиталистов полно, и таких явлений в современном обществе нет. Поэтому характерной особенностью взгляда на труд в буржуазном обществе является труд в смысле принесения прибавочной стоимости. Вот вы делаете программы для капиталистов, ваш труд производительный с точки зрения этих капиталистов. Так если я был вашим капиталистом, я бы вам сказал, и не служите этой чепуху, вы самый что-либо на весь производитель на работе. Тащите еще мне. Где вы эти деньги берете, меня не волнует. Потому что продукт продается в той или иной форме программы. Значит, ваши идеи находят на рынке сбыт. Так, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Идея не продается, но можно продать идею на флешке и так далее. Или на чем-то, в любом другом носителе. И ваш труд. Поэтому вот вы так настойчиво выступаете и думаете, что вы что-то умное говорите. И многие так считают, что это умное. А на самом деле они выражают самую сокровенную мечту и интересы буржуазии. Паразитов причем. Не той буржуазии, которую Маркс уважал промышленной. А той буржуазии, которой вообще плевать. Они создают публичные дома. И оттуда получают прибавочные стоимости. Оттуда люди несут свои деньги проституткам, а от проституток они получают туда. Так не надо приравнивать свой труд программиста к труду проституток. У вас идея, а у них все-то другое. Не надо. То есть люди думают, что они возвышают, когда они говорят, что программист имеет производительный труд. А программист на самом деле находится в сфере идей. Он находится в такой сфере, в которой характеризуется именно человека. Так а если вот эта прибавочная стоимость, которую получает капиталист, она основана только на том, чтобы производить идеи и продавать их. Такого не бывает. То есть на него работают только программисты, допустим. И значит по Марксу там труда нет. Есть труд производительный. В смысле того, что он приносит прибавочную стоимость. Приносит. И программы по форме стали товарить. Ну коллекторы, коллекторы приносят прибавочную. Коллекторы, которые выбивают долги, которые вчера были бандитами, сегодня коллекторы, приносят прибавочную стоимость? Приносят. Их оформляют, включают в систему чуть ли не банковскую. А вот эти люди, которые до зарплаты, которых до 2000%, которые паразитами являются, они тоже приносят? Приносят. Да ваш труд программисты, тьфу, по сравнению с деятельностью вот этих шарашек. Так а если пойти ограбить кого-нибудь, так это какой труд? Вот катанц. Нет. Нет. Это не будет. Вот это не подпадет по понятию. Потому что они случайным образом грабят. Они иногда вас грабят. Почему случайно? У них схема разработана. У них случайно. Потому что грабят они случайно. То одного, то другого, то третьего. Чем выше вот это капиталистическое производство по принесению, что это система. Вас не грабят, вас не воруют. Вас все время присваивают ваш труд. Все время. Ну, например, когда инфляцию делают, и у вас тем самым часть вашего труда исчезает. Не грабят. Не грабят. Не грабят. Присваивают. Вот вы повторяете прудоновскую мысль, что собственность есть кража. Если бы была кража, это было бы полбеды. Уничтожили бы этих грабителей, от них бы освободили. А здесь не грабители. Это легально, законно. Каждый день. Вы приходите на работу, пишите программы, а не пишите программы, считайте, что это труд, считайте, что это не труд. Капиталисту плевать, что вы считаете. Он занимается реализацией, нанимает людей, которые реализуют, и он после этого. А хороший капиталист, и это не делает. Хороший капиталист находится на Багамских островах. Вот я вас назначаю генеральным директором. Значит, сколько вам надо в месяц? Много. Ну, сколько у вас много? Биллиард. Ну, нормально. Нормально, подходит. Подходит. Значит, будете получать миллиард песо. Ну, как сказали, миллиард, миллиард. Мы же не вот так... Противоречия с вами. Никаких противоречий нет. Не надо, не надо. Я хочу подороже свой труд. Так. Мы договорились, миллиард, миллиард. Значит, вы будете миллиард песом, пересчитывайте в любую валюту, это ваше дело. Значит, я не собираюсь вам мешать руководить деятельностью моей фирмы. Так, моя фирма богатая, вот, миллиард песо, ну, это, конечно, большие затраты, но не жалко для вас, не совершенно. Значит, каждую неделю вы мне будете отсылать, какая у нас прибыль получена. Как только прибыль будет уменьшаться, я вас выгоняю. Вот считайте, что вот, как вы мне прислали по электронной почте или по телефону, сообщили, какая прибыль. Вас уже нету, как генерального директора. А пока она будет расти или оставаться прежней хотя бы на этом же уровне, вы будете получать миллиард. Может, не песо, мы, может, на доллар с вами переговоримся. Короче говоря, больше я не отвлекать от меня, от моих занятий. Вот. И все. Вот и вся моя деятельность как участника, организатора производства. А сейчас вы, наверное, заметили, что вот самая мощная экономическая власть у нас передается по наследству. Как цари передавали, что власть или короли. Умрет Абрамович сыночки его, детки его или доченьки будут. Можно последний вопрос, к которому я все и подводил. Получается, что вот на таком вот бизнесе, который ведется капиталистом, с которым он получает прибавочную стоимость, на которого работают только программисты, допустим, которые производят идеи, и с этого он получает прибыль. Получается, они в этом случае тоже пролетали. Нет. Получается, что они пособники паразитов. Ну, вы же сами сказали, что вы получаете прибавочную стоимость. И дальше вы находитесь в сфере прибавочной стоимости. Вы за счет чего живете? Сначала труд разделяется. Труд на необходимый труд и прибавочный. Вот этот прибавочный труд забирает капиталист, платит потом программистам, чтобы они дальше этот процесс осуществляли. Вы живете в сфере прибавочного труда. Я живу в сфере прибавочного труда. Вся интеллигенция, все люди духовного труда находятся в сфере, в широком смысле, труд от любая полезная деятельность. В широком смысле. Вот все люди духовного труда, они находятся в сфере, при капитализме, в сфере прибавочного продукта. Сначала идет первичное распределение. Первичное распределение делится продукт на необходимый прибавочный. Прибавочный получает капиталист, а потом это певички, это проститутки, это программисту, это ученому, это философам. И поэтому среди людей умственного труда такое какое-то желание, вместо того, чтобы помочь тому освободиться от этого грабежа, как вы говорите, то есть не от грабежа, а от постоянного присвоения чужого неоплаченного труда, есть желание выдать себя за рабочих, за тот класс, который это все создает. Не создаете вы, а вы пользуетесь тем, что создали рабочие. А создаете вы идеи. Пейте идею молока и заедайте идеи хлеба. Тогда вы будете на самоокупаемости. Можете эту идею в программу оформить? Пожалуйста. Заканчивать надо. Все нужны, мамы всякие нужны. И врачи нужны, врачи. И вот Маркс там в третьем томе, вы меня слушаете, я даже удивляюсь. Вы Маркса не хотите слушать. Маркс говорит, что вот один делает таблетку, вот он рассматривает вопрос, таблетку, это фармацевт, у него труд производительный. Другой лечит человека, вот предмет человек, он его лечит, он с высшим образованием, у него не производительный. Потому что он не производит материальные блага, он производит человека. Труд направленный прямо на человека называется? Как? Услуга. Труд направленный на преобразование идей, называется, вот это умственный труд. Всякий труд, который, это труд в сфере идей, информационная деятельность, творческая деятельность, научная деятельность и так далее. Я неправильно. Да. Я не должен человек, производящий идеи, должен научиться производить материальные блага. При коммунизме, при стирании, так сказать, класс, вы не должны, разве, пойти и поработать. Да, да. Вот так, Энгельс, вот прямо вы, вот, вы прямо вот в унисон с Энгельсом говорите, он говорил, никто не должен перекладывать свою часть производительного труда на плечи других. Но это должно к этому прийти время в смысле развития производительных сил. То есть для этого должна быть производительная труда такая, что, скажем, если вы поработаете два часа, материально производительно, это не порушит вашу работу в сфере идей. Правильно? Потому что если мы сейчас займемся, так сказать, производительным трудом, ну не будете вы программу писать, мы не будем занятия проводить и так далее. Я не пишу программу, если я лично обо мне. Ну не пишу, но мы сейчас не лично о вас, мы сейчас просто рассматриваем. То есть сейчас вот это не получится, но в принципе вот развитие производительных сил и с этим связано уничтожение классов, чтобы не было такого деления, что один только занимается производительным трудом, а другой только не производительным. Вот, ну когда будет рабочее время там три часа или четыре в производительном труде, а остальное время это он может заниматься как раз в сфере духовной чем угодно. И тем, что и полезно, и нужно, и развивает человека. А что касается, скажем, труда интеллигента, еще программисты их держат в черном теле, они такую тоже рутинную работу выполняют. Но, скажем, те же самые ученые, их труд, Маркс называл это самоосуществление индивида, человек, так сказать, выполняет самую... Свободное время, фактически. Свободное время живет, общество, общество. Так, на этом мы заканчиваем. Спасибо большое, товарищи. Субтитры сделал DimaTorzok